Спасибо вам за вопрос. Я думал, вы про здоровье прослышали. Спасибо вам за этот вопрос. Смотрите, объясняю вам правила. Первое правило. Надо делать это утром, потому что в утреннее время самая сильная молитва. Второе правило. Надо всегда молиться, кланяясь к святому человеку. Это очень сильно увеличивает силу молитвы, потому что именно святой человек передает энергию Бога. Третье правило. Надо включать звук святого человека и молиться вместе с ним в той же интонации, с тем же чувством, как и он. Потом свое чувство у тебя придет в результате развития. А сначала надо копировать его звук, так же, как он делает. Через звук святого человека в сердце приходит духовный звук. Это ведическое знание. Он описывает, что самая большая сила находится в духовном звуке. Духовный звук передается от одного человека к другому. Он не возникает просто так в пространстве. Нужно перенять его от кого-то. Я вот перенимаю шесть лет. Постепенно, слушая святого человека звук за шесть лет, я начал все глубже и глубже проникать в свою психику в молитве. Начал чувствовать там себя, как сияющее существо. То есть это необычное чувство на самом деле. Это возможно только по милости святого человека. Такие вещи. Следующее правило. Надо сидеть неподвижно. Есть несколько положений тела, которые увеличивают концентрацию. Первое. Это стоя на коленях. Второе. Сидя на коленях. То есть на ягодицах сидеть. Третье положение тела. Это подмассана, скрученная вот так, поза лотоса. Это не просто сделать, надо йогой заниматься. Четвертое положение. Это вот так вот сидеть ноги, вот так вот. Одна за другую. Ну вот я вам несколько положений тела дал. Можно одно менять на другое, если устаете. Можно стоя неподвижно ставить молиться, вот так застывши. Тоже дает сильную концентрацию. Следующее правило. Человек должен молиться и пытаться быть полезным святому человеку. Он должен понять, что молиться для себя бесполезно, потому что Бог и так знает, что тебе надо. Когда ты постоянно сосредоточен на себе во время молитвы, это значит, что ты сам занимаешься самообманом, потому что молитва предназначена для служения, а не для просьбы. Если ты и просишь, то должен просить служение, опять же, в молитве. Что нет смысла просить себе что-то во время молитвы, потому что это глупость. Когда человек выполняет, когда человек служит святому человеку, в это время, во время этого служения сжигает его карма, сгорает. Когда определенный слой кармы сгорает, то у тебя сразу же отваливается определенное наказание. Вот и все. Поэтому ничего просить не надо. В этом мире все по закону делается. Если закон как бы отваливает тебя от проблемы, то ты ее сразу избавляешься от нее. А вот это вот как раз и есть то, что надо делать во время молитвы. Надо молиться, кланяться святому человеку и просить благо другим людям. Но если ты просишь за других, а на самом деле просишь за себя, то это не получится. Например, ты хочешь, чтобы твой сын поступил в институт, а сыну это не нужно по судьбе, а ты этого не знаешь. И ты молишься за него, чтобы он поступил в институт. И Бог тебе это не удовлетворит твое желание, потому что ты это делаешь для того, чтобы наслаждаться тем, что сын учится в институте. А что сыну на самом деле надо по судьбе, тебе наплевать. Поэтому лучше всего молиться сначала о том, чтобы хотеть, желать служить святому человеку и выполнять его наставления. Когда человек служит святому человеку и выполняет его наставления, его психика и сердце очищаются до такой степени, что он понимает, за что надо молиться, а за что нет. То есть он начинает понимать, как жить правильно, что делать правильно, а что нет. Поэтому лучше сначала не навязывать свою молитву, а просто молиться святому человеку о служении, о желании быть полезным. Ему надо кланяться ему в ноги, повторять Я хочу быть полезным, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным. И непрерывно это делать. В течение всей молитвы, мысленно. И в какой-то момент ты почувствуешь, что ты понимаешь этого святого человека. Ты чувствуешь его жизнь, его психику. И ты вдохновляешься этим сильно. И начинаешь по-настоящему понимать, что он святой. Для тебя это уже не теория. Потом дальше тебе будет хотеться делать для него что-то. И когда ты будешь делать что-то для него, то в это время твоя карма начнет ослабевать. Что такое карма? Это сильное ощущение от того, что происходит вокруг меня. Например, моя Татьяна, сестра, сделала столько бед, мы не можем теперь с этим жить. Это называется карма. Смотрите, интересно знать, что когда человек молится, то вот это ощущение, что это безысходная ситуация, она проходит. Человек реально чувствует, что все нормально. Нет никакой опасности в этой ситуации. Это обычная жизненная ситуация. Понятно, да? То есть молитва, она облегчает ту боль, которую мы испытываем в жизни. От тех событий, которые происходят. И как раз эта боль не дает сосредоточиться, не дает думать. Она является как раз камнем преткновения в судьбе. Человек очень сильно привязан к событию. Почему? Потому что оно ему боль вызывает. А когда человек служит святому человеку в молитве, эта боль становится слабой. Потом еще слабее, еще слабее. И приходит трезвость в жизни. Что делать? Трезвость, что делать, понимание приходит, когда человек успокоился в сердце. По-другому никак не придет. Только со спокойствием приходит знание. А молитва дает это спокойствие. Поэтому надо просить только служения у святого человека. Не надо ему просить избавлять от проблемы. Потому что мы часто не знаем, что является проблемой для нас, а что не проблемой. Например, вы просите, чтобы Бог дал дом. Вам надоело жить в маленькой квартире. А Бог, если дает дом, то Он все равно использует наше же благочестие. Ничего случайно и зря не бывает. А это благочестие, которое вы захотели и потратили на дом, предназначено было для того, чтобы избавить вас от несчастного случая. И для того, чтобы муж не ушел из семьи. Или для того, чтобы не заболеть раком. Или когда заболеешь, вовремя вылечить. Для этого все нужно благочестие. И резерв благочестия, который живет в нашем сердце, всегда для чего-то предназначен. В этом мире ничего случайно не бывает. Поэтому не надо убиваться, чтобы просить себе каких-то благ. Лучше молитесь святому человеку о служении. Потому что в этом случае благочестие будет расти. И когда наступает тяжелый момент в жизни, Бог сам распределяет, куда пойдет эта энергия. Зачем туда вмешиваться? Мы же не знаем, что нам больше надо, а что меньше. Понятна система? Некоторые занимаются вообще дурдом. Когда они поняли, что это действует, начинают заниматься визуализацией. Дай мне 100 долларов, дай мне 100 долларов. Пожалуйста, 100 долларов. Дай мне 1000 долларов, 1000 долларов хочу. Вот тебе 1000 долларов. А благочестие-то меньше становится. Потом, дай мне миллион долларов. Благочестие кончилось. И соответственно, и возможности в жизни тоже кончились. А зачем куда ты их потратил? Вот о чем надо думать. Что не все так просто. Благочестие кончилось. Спасибо.